Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта и сегодня я буду делать перевалку подросшей рассады, которая самый-самый первый посев, которая предназначена для теплицы с подогревом грунта. Я буду переваливать с 200 граммового стаканчика в 500 граммовый. Я уже рассказывала, что переваливаю те томаты, которые сомкнулись, видите, они уже как бы загораживают друг друга, и те, у которых хорошо развита корневая система, которая уже освоила стаканчик 200 граммовый. Видите, корешки у них уже у всех хорошие. Сюда попадут под перевалку самые большие, это будет и ботяня, вот у меня стоит высокорослый, сюда попала и бетта, которую я не знаю, настоящая бетта это или не настоящая. Я покупала в магазине семена как штамбовые и низкорослые, но выросли вот такие же красавцы, как ботяня. Все я их сейчас буду переваливать без повреждения корневой системы, без повреждения земляного кома, в стакан большего объема, в 500 граммовый. Сейчас они пока в 200 граммовых. Немного расскажу о них, посеяны они 23 января, взошли 28 января, им сейчас рассаде ровно месяц. И тем, которые детерминатные, штамбовые, эти могли бы еще тут посидеть, потому что, ну если бы их раздвинуть, вот сейчас, которые не успею перевалить, я раздвину, но я вынуждена их переваливать, потому что, видите, листики смыкаются, все, они уже мешают друг другу. Эта конкуренция может, ну как, ухудшить качество рассады. Перед перевалкой заранее маркирую все стаканы и указываю абсолютно всю информацию. Лоток номер 1, видите, единица, это значит самый первый посев. 297, это номер сорта в каталоге в моем, чтобы мне потом ее найти было легко. Название томата бета, потом все данные о посевах, о пикировке и перевалке. 23 января посеяна, 10 февраля она была распикирована в стаканы 200 грамм. И 3 марта сегодня она будет перевалена в стакан 500 граммовый. Сейчас буду приступать. Так как я сею всегда с запасом, я уже говорила, особенно первые посевы, конечно, их больше, чем мне нужно. Я вот выбираю по несколько штук. Например, я выбрала всего 4 беты. Вчера хотела вообще 2 выбрать, но выбрала 4. А сеяла 10 семянок. И оставшиеся, вот они остались. Они тоже крупные, хорошие. Но мне пока, я не знаю, буду я их высаживать или нет, они у меня лишние. И поэтому все какие лишние, я оставляю, в большой стакан не пересаживаю. Но между ними восстанавливаю вот эти пустые стаканы, которые позволят растениям расти дальше, не мешая друг другу. Видите, между ними как бы пустое пространство. И получается, что эта бета не мешает этой бете, этот челнок не мешает этому челноку. Потому что, как обычно, взошли все семена, а мне нужно всего по 2-4 штуки каждого сорта для получения раннего урожая. У меня будет 4 буяна желтого, 2 челнока, 4 беты. Все вот эти низкорослые я высажу по 2-4 штуки. Вы понимаете, что место в теплице, она теплица не резиновая. Остальные вот так делаю разреживание. Сама процедура перевалки, она очень проста, намного проще пикировки. Вот я несколько стаканчиков уже перевалила. Проще почему? Потому что здесь мы ничего не делаем, никаких манипуляций с корневой системой. Мы не прищипываем, мы не думаем при заглублении, не загнулся ли наш корешок или что. Мы полностью весь земляной ком пересаживаем в другой объем. Вот смотрите, вот такая была бета, вот это она, вот такая стала. Теперь вот в этом стакане, тут видно уже наглядно, что надземная часть зеленая, она соответствует вот этому грунту. Потому что вот в этом стакане она выглядела немного жалко, потому что она была такая тонкая, длинная и маленький стаканчик. Теперь в новом объеме грунта она будет расти до высадки в теплицу. Сейчас расскажу о сроках, сколько я держу в маленьком стакане, сколько в большом и покажу на примере одного, как я переваливаю. Это все очень просто, нужно только наловчиться. Мы как куличики, вытряхиваем, высаживаем, вытряхиваем, высаживаем. Про сроки. Когда я пикировала в стаканчике вот эту рассаду, я говорила, что ну примерно недели три у меня будет здесь сидеть. И вот сегодня я посмотрела по внешнему виду, что пора уже переваливать. И посчитала. И как раз вышло, как на смех, вот ровно три недели. 10 февраля я переваливала их, ой, пикировала. Это то есть 18 дней в феврале и 19 дней в феврале и 2 дня в марте. 21 день. Вот как отрезать? Ровно три недели они у меня просидели в стаканчике в маленьком. Примерно столько же они будут сидеть вот в этом стакане. Три-четыре недели. То есть сейчас начало марта, их я планирую, не знаю как будет точно, получится или нет, их я планирую высадить в теплицу в начале апреля. В том году высаживала 24 апреля в неподогретый грунт. Но тут, раз у меня нынче подогретый грунт будет на три недели раньше, значит примерно 3 апреля. Это у меня как по планам запланировано, ну плюс-минус раньше или позже. Сейчас я покажу, как я делаю перевалку. Прямо так сейчас немножко ниже сделаю и... Так, не уронить мне ничего тут, много всего навалено у меня. Земля для перевалки такая же. Рыхлая, плодородная, воздухопроницаемая. Все хорошо, точно так же как для посева. Хуже нельзя. Так, какой перевалим мы, не знаю сейчас. Ну пусть вот этот будет. Вот это у меня уже совсем другие, это челнок. И смотрите, я хочу с вами поделиться, что вот это уже настоящий лист. Когда я его пикировала, я его немного заглубляла и семидольки убирала. Сейчас я уберу даже один настоящий листик вот этот, потому что он мне будет мешать. Я хочу его в большом стакане опять же чуть-чуть, прям буквально на один сантиметр глубже посадить. И земли будет побольше. Тут еще будет дополнительная корневая система. Все это мы делаем для... Короче, сейчас не буду отвлекаться. Я беру вот так. Беру два пальца. Раз. Чтобы сюда она не вывалилась. Ну чтобы... Я растения вообще даже не трогаю, не зажимаю ничего. Просто как фиксирую. Не даю кому вывалиться, когда переворачиваю. Потом переворачиваю. Сам ком вываливается редко. Нужно вот сюда надавить. Вот так надавливаем. Раз. Вот он, куличик готов. У меня еще плохо, знаете что? Что я вчера их полила хорошо, обильно. И вот этот грунт влажный лучше всего за день-два не поливать до перевалки. Перед пикировкой мы поливаем наоборот. А перед перевалкой не поливаем. Тогда у нас комок вот этот сухой. И он не разваливается. Влажный комок может развалиться. И тут если влажный, то нужно его вот так поддерживать немножко. Все. Вот теперь мы этого красавца помещаем в новый домик. Раз. И я добавляю туда земли. Тут вот очень важно. Как раз опять же про эти воздушные полости. Вот у меня спрашивают. Так. Когда я немножко насыплю туда, добавлю грунта, я начинаю вот эти вот пространства вот так уплотнять. Потому что может такое получиться. У начинающих часто бывают ошибки. Им кажется, что полный стакан, а вниз грунт не провалился. Видите, палочка еще свободно туда заходит. Я стараюсь вот так вот уплотнить. И у нас в результате этого получается. Сейчас я вам скажу. А, я забыла сказать, что перед тем, как вот этот куличик туда поставить, я еще на дно две ложечки земли положила. У нас получается, что у нас, у меня на дне вот такой слой грунта, свежий. У меня по всему периметру вот такой слой грунта, свежий. И у меня еще сверху, я сейчас еще ложечку досыплю. У меня сверху грунт выше, чем прежнее. Прежнее, тоже на один сантиметр. Еще здесь будут корешки. Все. Вот такой политый сиренец я не поливаю. Потому что вы видели, что земляной ком влажный. Ему не надо дополнительной влаги. Но если вы перед пикировкой будете, как правильно делать, два дня выдерживать, сутки или двое, не поливать, тогда вот так вот досыпа свежей земли обязательно нужно полить. Все. Он будет сейчас, вот там он был в тесноте, теперь он будет распускать свои корешки по всему этому периметру. Сейчас он опять немного остановится в росте, потому что на первом месте будет корневая система. Все это подземная часть. Когда там он все наладит и все будет у него нормально, тогда он будет начинать наращивать вот эти листики. Ну и один-два лист наростит, а там как раз подойдет период, когда я буду его высаживать. Но дальше посмотрим, я вам покажу, не знаю, нынче рано удастся высадить или нет. Замечу, если не удастся высадить рано с подогревом, ну вдруг что-то случится, тогда я буду его переваливать в больший объем 2 литра. Все, до свидания.